Всем привет! Хороший день для рыбалки! Сегодня я хочу рассказать о своих топ 5 силиконных приманках, которые отлично лодят у меня щуку осенью. Здесь на воде немного некомфортно рассказывать, поэтому переместимся домой. Ну вот, я переместился. Эти приманки у меня работают как на реках, так и на прудах с озерами. Да по сути везде. Мои любимые размеры это 4-4,5 дюйма. А цвета это яркие цвета. Это белые, розовые, такие ярко-зеленые. В общем, все такие раздражающие цвета. Но это далеко не значит, что другие цвета не работают. Тут уже личное предпочтение, на что больше сама вера идет. У каждого свои, могут быть, любимые цвета. Как мы знаем, чем позднее осень, тем больше щука привязана к выходам. К примеру, в моих краях выходы, это первый выход идет с 7 до 9 часов утра, потом небольшой перерыв, потом с 11 до 12. Дальше уже такой, чуть больше уже перерыв идет с 14 до 13. Но это в разных, бывает, краях, поэтому я не буду утверждать, что это правило. Везде по-разному. Но опять же, не стоит сильно привязываться к этому времени, потому что бывают исключения. Либо четко под нос, попадете приманкой, она в этот момент возьмется. Ну а чаще всего она просто лежит на дне. Когда ее ловишь, у нее просто брюхо, чаще всего просто грязного цвета. То есть, абрус лежит, время тикает и подымается, начинается нажрать. Ну вот, с туплением все. Теперь приступим к приманкам. Ну вот моя повседневная коробочка, без которой я не выезжаю на рыбалку на джих. Это будет первой приманкой изишайнер. Затем идет Угарь, Гамблер, Куда же без Аваруны и последний формат Пионер. Так, первая приманка будет изишайнер. Вот у меня в таких разных размерах 5 дюймов и 3,5. 4 дюйма у меня, к сожалению, ушло. Главная его фишка в том, что максимально он схож на малька. По проводке его можно использовать как резкими, так и плавными подбросами. Также можно просто медленной проводкой. Помимо щуки, также судак и окунь не может устоять, но более в мелких размерах. Это 3,4 дюйма. Ну а если по окуню, там уже 2 дюйма идет. По оснащению его это овсеты, одинарники, двойники. Да по сути, на что угодно его можно посадить. Главное, он будет исправно ловить. И крючок будет пиваться рот хищника. Лепесток у него больше похож на листочек. В моем арсенале остались приманки 5 дюймов и 3,5 дюйма. Но нужно докупать. Только сказал. Давай. Вот так. Хорошо. Бери. Так, дальше будет гамблер. Очень результативная приманка не только для щуки, а также и для судака с окунем. По аэродинамике она летит очень далеко. Удобно им пробивать и сверхдальние дистанции. По форме она состоит из трех частей. Это тело, хвост и копыта. Сама приманка очень объемная. Амплитуда игры хвоста не очень размашистая и быстрая. Проводка у гамблера очень разнообразная. Прямая и плавные резкие подбросы. Также прямая с остановкой. Замечательно гамблер себя чувствует с тяжелыми весами. Но вот с легкими похуже будет. По оснащению, да как и другие, как угодно. Овси, это динарник, двойник, джиголовка. Гамблер отлично себя проявляет как на спокойной воде, так и на реках с быстрым течением. И надеюсь, кто задернет. Есть наконец-то, но совсем не очень. И так еле-еле дернет, что там щука выходит. А вот и она. Спустя сколько? Следующая приманка, это будет Аваруна. Для меня она делит первое место по щуке. Это с формат пионера. Аэродинамика у нее слабая. Она летит на средней и малой дистанции. На дальней дистанции ее довольно проблематично запульнуть. Так как за счет объема приманки самой. Ну и постоянного сопротивления за счет этих ребер. Форма приманки интересная. Это сделано за счет того, чтобы было проще на овсет ловить. Ну, проще было пробивать самой приманки при самых чуйких поклевках. Также лепесток здесь. Тот же листик, но повернутый. На эту приманку можно также поставить любой овсет, одинарник. Но с одинарником он хуже немножко идет. Джиг-головка, двойник. Вот с двойником очень хорошо она работает. Как и со всетом. По проводке я больше предпочитаю плавное подбрасывание. Либо очень-очень медленная проводка на нее. Но уже все зависит уже от рек. Либо от прудов. Насколько это возможно. По расцветкам их у меня много. Лучше всего работают яркие. Белые, желтые. А вот с темными у меня похуже. Не знаю какого, но у меня так. Я уже считаю тут уже личная вера в сам цвет. В тот цвет, который веришь, на тот будешь ловить. А тот, который не веришь, уже меньше ловить. И соответственно будешь получать меньше поклевок. Приманка у меня нескольких размеров. Это 4-5 дюйма. Меньше так же лоят и прекрасно. У меня есть где-то там 3-дюймовые. Но на них уже чаще окуня садятся. И не крупная щучка. А вот 4 дюйма самое то, что надо. На 5-дюймовый, кстати, я так еще ни разу не поймал ничего. Было пару поклевок, но мне кажется это была мелочь. А топ для меня по цвету. Это белый цвет с такими черными вкраплениями. И зеленый с оранжевым брюхом. Только похоже. Есть. Снова. Вот это она. Еще крупнее. Нет, поменьше, но намного сильнее. Иди сюда. Чего у тебя? Да. Попробую поднять. Поднял. И приманка ушла. Следующая приманка будет эта угорь. Если щука бастует и приходится ее уговаривать, я ставлю этого угля. И он у меня в двух размерах. Это сотка. Не знаю честно, как она толком считается. И 88-й. Хотя визуально они абсолютно разные. Приманка имеет слабую аэродинамику. Запустить ее на максимальную дистанцию почти невозможно. Да и со средней тяжело. Так как форма вытянутая. И закругленным длинным хвостом. Игра у ее очень мягкая и плавная. Она любит прямую медленную проводку. Мягкие подбросы. И кручение с остановкой. Ее можно оснастить овсетом, двойником, одинарником и джиголовкой. Для этой приманки лучше всего ставить минимальные груза. Для раскрытия ее потенциала. Так как на быстрых грузах она будет просто очень быстро вилять. А вот когда медленно, просто очень красиво. Прям когда играет загляденье. Угарь лучше всего себя показывает на водоемах закрытого типа. И река с небольшим течением. Есть снова угря на этот раз. Щука. Да, килограмм. Так, давай с этой стороны. Не, больше даже. Вот. Чуть за килограмм. И последний на сегодня это формат пионер. В размере 100 и 88. Очень универсальная приманка. Ловит как щуку, так и судака. Паук у него, к сожалению, очень плохо. Я не знаю с чем это связано, но ему это не очень нравится. Пробовал ему ловить как в России, так и в Украине. Везде себя хорошо показывал. Эта приманка у меня, как индикатор активности щуки. Если появляются контакты с рыбой, уже начинаю экспериментировать с другими приманками. Летит пионер очень далеко. Сверхдальние, так и дальние забросы. Что довольно упрощает облавливать дальние точки. Формула пионера. Это гибрид между свинг и пактом, изи шайнером и гамблером. Так сказать, удачный франкенштейн. Игра его в средней размашистости. Работает как на малых весах, так и на больших. Но на малых, так же, если период родиц, поставить 1-2 грамма, будет уже не такая игра хорошая. Проводка так же универсальная. Сильные и слабые подбросы. Прямая и просто кручение с остановкой. Но вот по прямой проводке, он уступает по результативности с другими приманками в моем топе. По крайней мере у меня так. Я оснащаю пионера либо офсетом, либо одинарником. За двойник и джиголовку не могу ничего сказать. Просто не пробовал. Но уверен, проблем в игре с этим не должно быть. О, рыба. А я думал, кто это такой? Охренеть. Что это такое, жерк что ли? Я думал, коряга сперва. Стоит просто щука. Хорошая. Прям ну шик. Классно. Я ее удержать не могу. Вот это она. Ну вот. Это и есть весь мой топ 5 на сегодня. Конечно, существуют такие приманки, как турбо твистер, такие изи шайнеры, баксы. Что там еще у нас есть? Раты. Тилоги. Но они работают на порядок хуже, поэтому они не вошли в мой топ 5 приманок на сегодня. Ну вот и все. Старался не загнудеть. Я вам желаю не хвоста, не чешуи. Пробуйте на новой приманке, экспериментируйте с цветами. Главное, чтобы у вас была вера в приманку. Ну всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.